итак здравствуйте дорогие друзья с вами мороз алексей компания кров монтаж и так мы на нашем объекте по монтажу керамической черепицы это уже второй выпуск для тех кто только что к нам присоединился ссылка будет в описании предыдущей серии данной серии мы коснемся подробно постараюсь я рассказать про монтаж керамической черепицы с чего начнем мы обзор монтаж керамической черепицы начинается с устройства обрешетки но до этого нужно сейчас установить водосточную систему здесь по меткам мы будем загибать водосточные крюки сейчас берем нагибаем по определенному углу водосточной крюки давай-давай вот крюки между ряде крюков 50 60 в данном случае на 60 сантиметров вырезали специально выемку чтобы крюк утапливался до заподлицо сверху пойдет карнизная планка она должна не буграми волнами а четко пройти крайнюю доску обрешетки мы делаем помощнее 50 на 100 обрешетка в основном идет под черепицу 50 на 50 там 40 на 50 окраины грани и у нас 50 на 100 почему чтобы была площадь именно крепежа водостоков пошире нагрузка вся идет на водостоке и также здесь будет монтироваться карнизная планка тоже чтобы здесь какой-то был люфт для 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 движения для подгонки и так далее это это те шестой это 4 5 я не знаю кто мастер ты или я вообще планирую посвятить отдельную серию устройство карнизного свеса видите здесь только его еще практически не будем формировать подшивать софитами металлическими хочу коснуться лишь одного что стропильную систему видим мы делали выемку 50 миллиметров это же по периметру вставляли доску 50 на 100 потому что по периметру идет капельник конденсата вот вот как раз он монтируется на эту доску вот далее на этот капельник клеится гидролизационная мембрана по всей площади кровли видите здесь краю не проклеим вот и и контрабрешетка вот этот брусок здесь будет происходить вентиляция вентиляция кровли брусок сделан таким образом видите там белая подложка такой вспененный уплотнитель такого плана самоклеющийся для чего потому что обрешетка крепится гвоздями либо саморезами и как раз впоследствии будет появляться конденсат либо какие-то капли значит от осадков возможные возможно гидроизоляция будет иметь страховочную функцию и обязательно все появляющиеся капли будет выходить сюда за борт и скапывать с этого капельника конденсата вот ни в коем разе даже если капель какая-то попадать будет под брусочек чтобы исключить вот попадание на крепише под гвоздик где крепеж происходит на бруске исключить все попадания влаги вообще я стремлюсь к тому что в идеале даже вот сейчас в таком состоянии здесь в доме проживает люди семья сейчас пойдет буквально сегодня завтра дождь мы крышу уже ничем не накрываем в таком состоянии гидроизоляция выдерживает дождевые нагрузки сейчас уже мы будем переходить к монтажу черепицы и остатки стружек от пилок мы с мембраны сдуваем всю эту пыль строительную потому что строители тоже ходят по обрешетке всыпается грязь с обуви и так далее просто гидроизоляция мембрана должна быть чистая она здесь дышащая вот с края еще после чего мы монтируем вентиляционную ленту из пвх видите чтобы как раз перекрыть вот этот зазор вентиляционный где будет происходить вентиляция подкровенная а для чего чтобы исключить туда попадания птичек которые они любят в этих местах как раз видеть гнездушки воробушки синишки и прочее вот ну и осы и так далее там хватает насекомых и устанавливаем водосточный желоб желоб вот он стал защелку вас до уклон видно что в эту сторону идет труба водосточная здесь будет после мы монтируем карнизную планку после карнизной планки монтируется элемент вес или в народе его называют ресничка мастера называют ресничка за характерную форму видите ничего не напоминает вот элемент свеса имеет такую форму вставляется вот он так пас и так дорогие друзья мы подошли к очень важному моменту монтажу обрешетки под керамическую черепицу и ее распределение потому что по этой обрешетки керамическая черепица либо штучная она просто укладывается и крепится вот и она видите обрешетки имеет определенный шаг вы заранее должны не просто идти определенным шагом там 35 как металлочерепицы идете до от снизу вверх здесь несколько иначе очень важно распределить обрешетку по скату таким образом рассчитать чтобы крайняя всегда подходила коньку без всякой резки а это нужно делать заблаговременно вот например я вам покажу вот сделанный скат с этой стороны ведь также коньку подошла черепица эти зубчиками она сидит здесь без всякой резки какой бы скат не был к этому надо стремиться по мы делаем рубин 11 в ведь и есть такой люфт люфт хода обрешетку можно регулировать устанавливать от 3 от 34 сантиметров до 37 ведь и люфт нее здесь три сантиметра поэтому вы можете либо приспустить чуть-чуть либо приподнять делая это на каждой черепице там по сантиметру по по несколько миллиметров у вас всегда будут выходить также есть зазор и в этой части черепицы видите здесь где-то по пол сантиметра торцевую черепицы вы тоже можете попасть либо сдвинув либо раздвинуть на на десяти метров по скату эти вы можете около 10 сантиметров сдвинуть либо раздвинуть намонтировали первые два бруска обрешетки и отрегулировали крайний ряд черепицы нам нужно снять размер от верха вот этого бруска от края до края здесь на скате этот размер составляет два метра шестьдесят сантиметров вот от этого края до того которого показал и теперь нам нужно 260 распределить я уже сказал люфт черепицы составляет 34 сантиметра 35 36 37 и нужно 260 просто поделить какой наиболее оптимальный размер подходит с наименьшим остатком там желательно это было там 002 там 03 это в принципе нормально вот здесь получается у нас на этом скате 260 мы делим более оптимальное число 37 будем выставлять обрешетку и получается на этом скате будет 7 черепиц как впрочем и на противоположном готовы противоположные скаты уже готовы там тоже вышло 7 штучных черепиц по торцу чем больше скат длиннее тем сделать это намного проще почему потому что у вас есть большой размер регулировать вот этими зазорами вполне возможно вообще без проблем производим монтаж в решетке уже по шагу 37 как ему сказал это по осям либо для удобства от верхнего ведь от этого до верхнего 37 еще я хотел бы дополнить дополнить очень важный момент есть вот видите не неизбежные стыки у черепицы вот как здесь например видите саморез гвоздь подходит вот мы делаем такие бабушки вставки поддерживающие эти под каждый стык где еще и либо вот здесь ведь вот для чего видите все таки от самореза что от гвоздя брусок 50 на 50 он расщепляется здесь есть вот трещинки какие микро трещинки чтобы подстраховаться черепица то тяжелое будет давить на это дело ведь и если уже микротрещины появляются то это поддерживающий брусочек как бы упор стоит вот эти на стыках мы практикуем не знаю если кто-то делает или нет мы такие вещи делаем и начинается монтаж вот стартовой черепицы коллега дай пожалуйста вот в нашем случае она имеет такую штучную форму если металлические имитации боковой черепицы как бы подешевле но это цельная черепица торцевая которая обязательно покажи там есть отверстие для крепежа видите торцевую надо обязательно крепить саморезом в обрешетку укладывать вот видите укладываем черепицу и вот это вся ресничка принимает все выпуклости формы черепицы как бы дополнительно ведь и вот закрывая от насекомых повторяя все формы черепицы она вот так вот изгибается хорошая вещь кстати торцевая ведь я вам показывал идет на саморез именно торцевая штучная паскарту крепится вот таким крепежом обхватывая брусок вот и он цепляется за вот эту ребрышка черепицы таким образом и видите вот обхватывает эту обрешетку и держится этими крючочками крайнюю черепицу крайний ряд рекомендует производитель каждую закреплять по скату можно в шахматном порядке через 2 через 2 черепицы мы монтируем предположим если косой дождь вот хлыщет да вот в это место в черепицу видите здесь есть вот это ребро жесткости дополнительно вот она перескочит туда водичка то попадает в это место и она выходит в эту канавку и также и по верху видите даже если дождь боковой с ветром залетает под черепицу здесь еще страховочная канавка водичка потом вытекает обратно видите монтируется она очень быстро все дело если у вас обрешетка выровнена ведь она укладывается одна за одной видите висит на этих зубчиках через две были сейчас мы подошли к важному моменту о котором я хочу вам еще рассказать это монтаж снего сдержания нашем случае они трубчатые универсальны вот стойка от них ведь и под эти снега сдержания устанавливается дополнительная усилища доска в нашем случае 50 на 100 ведь мы устанавливаем между брусками для чего ведь и вот два отверстия крепежа в отверстия этой стойки как раз она будет крепиться в этом месте вот в комплекте снега сдержание трехметровые трубки овальные и 4 вот таких крепежа сейчас мы будем производить монтаж кронштейна для снега сдержания ведь и вот в комплекте такие глухари идут на 13 вот они как раз в эту доску 50 полностью входит четко чуть-чуть надо выпиливать здесь таким образом потому что следующая черепица которая будет сверху она не не ляжет за счет этого металла толщины и поэтому этой кромки на снимать вот а потом продевается в отверстие овальная трубка снега сдержание так можно по скату делать до бесконечности это снега сержание универсальная довольно таки надежная под все виды штучной черепицы рекомендую мы пользуемся таким для браса есть конечно свои штатные но они стоят как чугунный мост вот в принципе это вот такой вариант я не сказал что эконом но замена отличная без потери каких-то технических свой вот черепица туда заходит под карниз вот сопряжение мы проклеили вакофлексом даже предположим какая-то там водичка или сюда будет захлестывать выйдет сюда черепица будет заходить на яндовую ведь вот уже у нас расчищена линия и по этой линии уже будет резко производиться и здесь тоже не знаю видно вам фокусирует отбили мы одно ли не и вторую гендовая креплена на клеммера в зоне индовой мы добавляли еще дополнительно по брусочку между рядами обрешетки чтобы как бы если вы обязательно нужно вставлять поролоновый такой утеплитель на наклейкой основе клейка основа срывается и он приклеивается это еще дополнительный ограничитель воды с этой стороны тоже будем ставить прохождение воды и льда там талого который будет залетать новой предстоит еще много резки давайте прикинем что вы обрезали и гендовая нужно резать цельную черепицу по линии разметки если это еще черепица зубчиками своими попадает на обрешетку то попадаются вот такие маленькие треугольнички которые нужно вставлять а они вообще висят практически на металле и стоит вопрос как их крепить такой специальный крепеж клеймер с поводочком вот покажи коллега как ты укрепишь он видите с таким зубчиком залетает туда с натигом туда засовывается этот поводочек он кремится на самореза ближайшего обрешетку и наворачивается накручивается и про и как бы он подвисает под своим весом вот так обворачиваем и 1 2 оборот и так видите такой крепеж и вот этот треугольничек висит на этом пляме это специально для таких маленьких треугольничка вот нас кати уже на этом это же снего сдержание установили вот такой крепеж вот крепится черепица через каждые две штучки она друг друга придерживает итак дорогие друзья на этом все я вас ознакомил практически со всеми основными важными моментами по монтажу керамической черепицы а также показал как у нас идут дела на нашем объекте вот ждите следующего видео потому что есть еще моменты которых я не рассказал например монтаж коньков хребтов и так далее постараюсь рассказать в следующей серии о устройстве карнизного свеса подшивки софитов металлических и так далее оставайтесь с нами будет интересно с вами был мороз алексей пока